Привет, друзья! Вы на канале Живой уголок, и сегодня мы приехали в гости группе Папа Роуч и берем интервью у гитариста Джерри Хортон. Эй, Джерри, с возвращением. Спасибо. Ты играл в Россию много раз до этого. Не мог бы ты сказать, что тебе уже известно о нашей прекрасной стране? Самым большим открытием для меня были люди, и их отношение ко мне, к нам, такое теплое, радушное. Русские — это одни из самых лучших зрителей вообще. И это не пустые слова, это действительно так. Каждый раз, когда я вижу город России в нашем турлисте, это просто будоражит. Ну, действительно, не только ты. Уже все отмечают, что русские слушатели, они немножко отличаются от аудитории зарубежной. Спасибо. Очень-очень приятно. Итак, совсем скоро вы выпускаете свой новый альбом, и он очень отличается от других альбомов, которые были выпущены. В чем причина такой кардинальной смены вашего звучания на новом альбоме? Это был какой-то эксперимент или это заранее запланировано? И то, и другое. Да, запланированный эксперимент. Ну, как бы да. Мы любим меняться, меняться с каждой записью. Думаю, решающим фактором было сотрудничество с ребятами, с которыми мы писали последний альбом. Мы хотели поработать с людьми, которые не связаны с миром рока, с рок-музыкой, чтобы внести в нашу музыку что-то со стороны, немножко влияние такой живой струи к тому, с чем мы уже работаем. И мы, естественно, думали о том, что если это все зайдет слишком далеко, в любом случае сможем вернуться обратно. И эти парни, с которыми мы работали и работаем все еще, они моложе, чем мы. И они выросли на нашей музыке, слушая нашу группу. У них есть вот это стремление, это искра к музыке, и они хотели запечатлеть все это с энергией, как раньше. Все было настолько открыто, наши совместные экспериментальные записи и наше сотрудничество, это было прекрасно. Ну, как бы это люди, с которыми мы пишем уже второй альбом. Так же, как и прошлый, верно? Да, конечно. Продолжение следует... Если мы стали с тобой говорить про новый альбом, то давай поговорим о процессе записи. Как в целом проходила запись нового альбома, и есть ли у вас какой-то алгоритм, то есть сначала текст, потом музыка, или наоборот, как вообще происходит запись песни? Если говорить в общем о всем нашем прошлом опыте, то всегда у нас музыка была первой, а после нее уже слова. По опыту последнего альбома 60% песен у нас писались с музыки, а 40% уже после вокала. Но здесь стоит отметить, что перед тем, как начать записывать музыку, мы все-таки садились и проговаривали, что мы хотим получить в конечном итоге. Это относится и к акустическим гитарам, и к пианино, мы просто садились, искали эту мелодию, которую хотели запечатлеть. Прописывали ритм-секцию, под нее уже придумали какой-то риф, в общем, все как обычно. На прошлой запись у нас не было никаких заготовок, а на этой записи у нас было где-то 3 песни, которые мы записывали для Крокоти, которые не вошли в тот альбом. Тогда мы не были в них до самого конца уверены. Некоторые из этих песен мы просто использовали как отправную точку и развивали их тему. Например, «Who Do You Trust» был записан для нового альбома. «Maniac» тоже самое, та же история абсолютно. Думаю, что это все. Ну да, да, они отличались тогда, просто меняли их в лучшую сторону. Потом мы просто садились, говорили о них, обсуждали, и через несколько дней у нас уже была закончена песня. Ну, так быстро, именно так. Отлично. Ты упоминал гитару акустическую и пианино, которые вы использовали во время записи. У тебя были мысли по поводу акустического альбома, записанного без усиления? Возможно, записанного вживую? Вся проблема в возможности. Мы не думаем, что мы именно та группа, которая может записать акустический альбом. Некоторые песни просто не созданы. Да. Не созданы для того, чтобы играть их без подключения. Например, «Last Resort». Да, но уже пробовали. Да, пробовали, но… Да, в общем, это так не работает. «Skulls», например, да. Ну и «Forevers» тоже неплохо получилось. Короче, возможно. Да, возможно. Ну что ж, это вполне справедливо. Это справедливо. Вы даете турне, вы записываетесь все время, тратите на это огромное количество времени всей группой. И такой вопрос, как вы не устаете друг от друга? В чем секрет? Секрет в том, что мы просто любим друг друга. Это важно. За все это время мы просто научились уважать личное пространство друг друга. Ну и, ну, знаете, мы друзья, мы уважаем друг друга, но это, конечно, не значит, что у нас нет каких-то спорных вопросов. Ну, знаете, как и везде, мы иногда спорим, у нас есть какие-то проблемы между собой. Но это не значит, что мы должны не уважать друг друга. Просто не выносим ссор из избы. Знаешь, три из четырех наших участников вообще не пьют, и это действительно помогает. Только один чувак пьяный все время. На самом деле, не все время. Да, в общем, знаешь, это как взросление. Мы просто понимаем, что не хотим, чтобы группа развалилась, чтобы все было вместе. Для этого нужно уважение друг к другу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И рассказать нам, как это все начиналось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действительно, должно быть интересно. Мы встретились... Я встретил Марка через общего друга, Брайан Хера, так его звали. Он играл в группе в то время. И он был из того городка, из городка, откуда мы тоже родом, близко очень. У нас была куча общих знакомых, мы стали тусить вместе Его группу спонсировала компания Schecter И в то время он играл на Scorpion На тот момент у него уже было несколько кастомных гитар А я все еще искал, искал что-то для себя, что я хочу И он сказал, у меня есть потрясающая гитара, чем тебе не попробовать На тот момент мы еще не были подписаны с Schecter Это было время, когда я рассылал письма во всевозможные компании И никто не ответил утвердительно на мои просьбы Я поговорил с Марком, и он сказал Да, если вы ни с кем не заключали договор, то мы можем заключить его с вами Дать вам хорошую скидку на нашу продукцию Это было еще то время, когда у них был только кастом-шоп И моей первой гитарой была... Ну, знаешь, она была подороже Подороже, чем что-то начального уровня, действительно, да Я ждал ее довольно долго И это был Sons of Classic Она все еще у меня, я все еще люблю ее Это прекраснейшая гитара Ты используешь ее на записях? Да, конечно, конечно, мы пишем ее Ее, кстати, можно услышать и на последнем альбоме С того момента прошло много времени И они очень хорошо обращались со мной Давали мне все, что я только захочу Ну, знаешь, просто вместе подходили к какой-то проблеме Искали решение к каким-то проблемам, если они возникали Ну, в общем, знаешь, вся та фигня, через которую проходят обычно музыканты Это было шикарно Отлично Можешь ли ты назвать мне три вещи, которые тебе нравятся в твоей гитаре? Ну, например, ее надежность Если вы видели наше выступление, то вы знаете, что я люблю выбивать все дерьмо из своей гитары И у меня никогда ничего не ломалось, не складывался гриф напополам Самое страшное, что происходило, просто немножечко сбивался строй Гитары очень крепкие, они потрясающе звучат Через какое-то время я нашел сочетание звукоснимателей, которое меня устраивало бы по звуку полностью Часто получаю положительные отзывы о своем звучании все время И это делает меня счастливым Отлично Счастливый музыкант, хорошее шоу Счастливый музыкант, хорошее шоу Спасибо! 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 Я хотел бы спросить тебя по поводу музыки Какие альбомы, какие группы, возможно, что-то новое тебе понравилось? Возможно, что еще не вышло? И чего ты ждешь? Группы, альбомы, которых я слушаю в последнее время Это... Это... Bring It to Horizon Бэр Туф Грэнсен Фива 333 Я слушаю много чего, но это то, на чем я становился в последнее время Фива становится все только лучше и лучше Отлично, отлично Отлично А что по поводу предстоящих релизов? Какие-то мастодонты вроде Sleep Not Какие-то, может, ожидания есть у тебя по поводу этих альбомов? Да, я бы хотел послушать новый альбом Иногда мы просто перетекаемся с парнями до выхода альбома, общаемся Возможно, мы... На самом деле, мы делаем с ними вместе фестиваль во Франции Ко всему прочему, мы узнаем, что ты увлекаешься фотографией И у тебя есть свой инстаграм-аккаунт Подписывайтесь Jerry Holden Photos Заходите Почему ты выбрал именно фотографию? Что тебя привлекает в этом хобби? И расскажи об увлечениях других членов группы, если такие есть Я втянулся в фотографию в старшей школе как раз тогда, когда я начал играть в группе И я брал уроки, занятия по фотографии Это то, что нравилось мне еще с раннего детства Энсу Адамс Человек, который делал фотографии в Калифорнии в ранних 1900-х Это то, что сподвигло меня, это то, что заставило любить фотографии Из-за того, что я делаю Знаешь, я просто делаю это Мы путешествуем очень много, посещаем различные места и фотографии Я просто делаю их Что касается хобби других участников группы Тобин, например, он только в музыке крутится Джекоби Он очень любит кататься на велосипедах Думаю, это единственное его большое хобби Тони любит строить вещи Например, изгородить для своего дома Вау, ну хорошо Да Он, по сути, сам себе мастер Все делает своими руками Всегда, когда он дома, он над чем-то работает Здорово Кстати А взял ли ты теплую одежду с собой? Ведь ты играешь в Новосибирске в следующей неделе Возможно, пойдет снег Ладно, ладно, я на самом деле шучу Лето – это действительно хорошая пора, чтобы прибыть к нам О, мы играли Мы играли в Новосибирске в ноябре однажды Вроде было где-то минус 20 И мы говорили, что очень холодно и действительно было холодно А кто-то из местных говорил, что Нет, это еще не холодно, это нормально Как бы да, все нормально Минус 50 за окном – это обычный февраль Нет, спасибо Значит, по турам в Новосибирск в феврале тебя точно никак не затащить Нет, нет, ни за что на свете не поеду туда в феврале Давай сменим немножечко тему Ты вообще смотришь сериалы HBO, Netflix? Да И если да, то я сразу признаюсь, смотрю сезонными За поем, да И у тебя, конечно, есть вот эта проблема, когда кто-то смотрит сезон перед тобой и потом спылирит его Есть вообще такое? Возможно, с другими членами группы? Да, да, такое бывает Это было с сынами анархии Мы однажды куда-то шли И Джакоби и Тобин говорили об этом, а мы с Тони не видели еще А это был последний сезон, вот прям финал, и вроде как на тот момент уже весь сериал вышел И они говорили о том, что неужели это тупо, когда все умирают вокруг Мы с Тони друг на друга смотрим и такие, ну, нам теперь зато не нужно это смотреть, наверное, да? У нас, в принципе, все то же самое с Игрой престолов Нужно просто отрезать себя от средств массовой информации Просто перерезать все связи, посмотреть сериал и потом уже вернуться в жизнь Хорошо, мы вроде как разобрались со всеми подготовленными вопросами И теперь небольшой блиц на четыре вопроса, на которые нужно отвечать очень быстро Итак, видел ли ты последнюю серию Игры престолов и понравилось ли тебе? Ну, ладно HBO, ну как так? Я думаю, что они могут сделать получше Это просто уже совсем не тот сериал, с которого все начиналось Понимаешь, были сезоны просто сумасшедшие У них происходили вещи, которые ты совершенно не ожидал Вот вообще совершенно неожиданные вещи И тут... Ну, да Теннис или бирпонг? Ну, я не пью, поэтому теннис Сколько башен есть у московского Кремля? Ну, там? Однажды Там есть башни Три? Довольно близко Восемь? Нет, двадцать В следующий раз... Да, пройдусь экскурсии там О, еще Это мое любимое Если ты встретишь инопланетян Инопланетян То какие три песни ты сыграешь для них? Наши? Тебе выбирать? Ну, давай, к примеру, ваши, да Роза на моем земле Готовая с убийством И кровь влажные предыдущие Класс! Инопланетянь, если вы смотрите, приготовьтесь к этому Спасибо, спасибо тебе огромное, Джерри Кстати, да, может ты хочешь что-то сказать нашим подписчикам? Спасибо большое за вашу поддержку Если вы не видели нас, обязательно приходите на концерт Вам точно понравится Вы будете прыгать туда-сюда, петь, получать удовольствие Краутерт, вы можешь пить и так далее Кстати, зацените наш новый альбом «Who do you trust», если вы этого еще не сделали И сингл «Elevate», конечно Я хочу «Elevate» Это круто, да, чувак Поехали! Cuba Симон В, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо!